Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики нашего канала. Я рада вас приветствовать. С вами Елена Василена. Тема сегодняшнего нашего онлайн-расклада из трёх вариантов будет «О чём болит его душа? Сожалеет ли о разрыве?» Многих женщин, девушек интересует вопрос, когда они ссорятся, когда они расходятся, расстаются со своими мужчинами, их интересует вопрос, что он в данный момент чувствует, сожалеет ли о разрыве, с кем проводит время, один или не один, вспоминает или не вспоминает. Ну, в общем-то, ничего удивительного. Женщины сентиментальны. И, конечно, их часто, их мысли и воспоминания ведут в прошлое. И мужчины, возможно, не скажу за всех мужчин, но многие мужчины более легче принимают разрыв отношений, чем женщины. Женщинам не так-то легко после расставания вступить в близкие отношения с другим партнёром, потому что в их сердце живёт ещё любовь и надежда на возобновление отношений. Давайте посмотрим сейчас. Выбираем варианты, девочки. Первый, второй, третий. Первая у нас позиция будет, его состояние на данный момент. На данный момент его состояние, что он чувствует. И будем смотреть, что он чувствует на данный момент. Выбираем варианты. Первый вариант, второй вариант, и третий вариант. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим на первый вариант. Его состояние на данный момент. Он находится в таком, я могу сказать, раздрае. У него конфликтная ситуация. Возможно, конфликтная ситуация у него происходит на данный момент. Либо с его родными, либо с его близкими. Но он в таком находится состоянии стресса. Его мысли на данный момент. Ну, я вам так могу сказать, девочки. Всё-таки его мысли, королева Пентакли, это у нас всегда жена и женщина. И, конечно, здесь его мысли иллюзорные. Он, конечно, думает о вас. И видно, он представляет в своём воображении что-то там для себя. Но его мысли одинокие. Потому что, возможно, в мыслях он понимает, что ничего вернуть невозможно. Где-то какие-то иллюзорные представления о ваших отношениях, о ваших взаимоотношениях. Ну, во-первых, он потому что считает вас достаточно самодостаточной, самостоятельной. Возможно, его мысли мешают ему сделать какой-то первый шаг. Может быть, даже вернуть что-то. Потому что здесь он считает, что вы в нём не нуждаетесь. И его мысли обманчивые, на самом деле. Они ничего не имеют общего с реальностью. Также могу сказать, что в своих мыслях он одинок. Он очень одинок. О чём болит его душа? Давайте посмотрим. Ну, я могу сказать, что он достаточно эгоистичен, в принципе, сам по себе. Он такой, знаете, в первую очередь, чтобы ему было хорошо. А уже потом всем остальным. О чём болит его душа? Он оградился от проблем. И он считает себя обиженным. Также могу сказать, что в его душе есть женщина. Ну, возможно, женщина, к которой он ушёл. Но женщина оказалась достаточно прагматичной, достаточно умной. Достаточно такой, знаете, как сказать, женщина высокого интеллектуального плана. Она высокого о себе мнения. В общем, сказала и отрезала. Она не будет разводить, знаете, вот эти вот ванильные реки. Она женщина-прагматик, которая думает. Ну, и по большому счёту, видно, его душа болит, что он сделал выбор в пользу этой женщины. Посмотрим дальше. Сожалеет о разрыве. Вы знаете, я могу сказать, что здесь, по большому счёту, конечно, ему было что терять. С одной стороны, он вывел себя на другой, это был его выбор. Он вывел себя на другой уровень взаимоотношений. А по двойке кубков мы можем сказать, что это, знаете, такая карта. Хочешь так поверни, хочешь так поверни. Где-то, я думаю, в какой-то степени он сожалеет. Он сожалеет о потере семьи, о потере взаимоотношений с вами. Иногда жалеет, потому что двойка всё-таки кубков, она двойственная. Все двойки у нас двойственные. Когда видно ему плохо, грустно, он сожалеет. Если всё хорошо, вроде и не сожалеет. Дальше мы посмотрим. Он сейчас одинок или в отношениях? Я могу сказать, что на данный момент он одинок сам по себе. Также могу сказать, что у него сейчас идёт такой процесс взросления, наконец-то. Приобретение опыта и переоценка ценностей. По пятёрке чаш я могу сказать однозначно, что он чувствует опустошение. Также тут видно, что он, знаете, несмотря на то, что он вроде и сам не мальчик, и самодостаточный, тем не менее, он получает по заслугам. Что, как говорится, посеял, то и пожал. Посмотрим, что думает, когда вспоминает о вас. Ну, я могу сказать, что он совершил измену по отношению к вам, совершил подлость по отношению к вам, лицемерие. Поэтому он всё, конечно, прекрасно понимает. Он всё прекрасно понимает. Потому что у него довольно-таки здравый рассудок присутствует. Всё он прекрасно понимает. Ну, и я поняла, что он вообще сам по себе ходок. Ему нравятся женщины, нравится общение с женщинами. И отказаться он от этого не может. И он понимает, что он вас ранил, что он по отношению к вам совершил подлость и предательство. Потому что здесь было предательство интимного характера. Что он получит в итоге? Давайте посмотрим. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот по магу, да, это как бы такая карта, она довольно-таки сильная. Обычно эта карта через мага, а люди получают духовный рост, духовное развитие для себя. Но здесь также ещё присутствует рыцарь мечей. То есть он всё равно получает конфликтную ситуацию. Конфликтная ситуация, которая у него на данный момент есть. И вот как я вижу, у него всё равно поведение незрелой личности. То есть импульсивный, идёт на поводу своих желаний. В итоге он начинает конфликтовать. А тот приобретённый опыт, который он должен приобрести, он у него как-то, знаете, остаётся на заднем плане. Ну, это его выбор, это его жизнь. Он вообще, судя по картам, он в первую очередь думает только о себе. Только о своих интересах и о своих желаниях. Что он получит в данный момент? Ну, как мы видим, мечи – это у нас конфликтная ситуация. То есть в то же время это его стремление, его порывы. Ну, а Паша у нас скобков – это его чувства. Ну, так он и будет идти на поводу у своих чувств, импульсивного своего желания. Вроде, с одной стороны, взрослый человек, не ребёнок. А как мы видим по итогу? По итогу, что он далёк от поведения взрослого, самодостаточного человека, который будет нести ответственность за свои поступки и действия. Это, девочки, по первому варианту. Давайте теперь рассмотрим второй вариант. Второй вариант – его состояние на данный момент. Ну, я могу сказать, что он довольно-таки одинок, он разбит, он подавлен. Ваш мужчина, кто под вторым вариантом. Его состояние очень даже, можно сказать, одинокого путника, одинокого путешественника. Он идёт, оставляя позади всё то, что он имел. И, в общем-то, неизвестно, что его там ждёт впереди. Вот он такой вот в своих весь мыслях. Сейчас мы посмотрим его мысли. Ну, его мысли в данный момент занимают, мысли его двойственные. А в мыслях, конечно, у него та женщина, которой он ушёл, она для него весь мир. Она для него олицетворяет всё, что у него есть, как говорится, по отношению к ней. Но состояние двойственное. Потому что, видно, не соответствует он её запросам. И, в общем-то, те усилия, которые он сделал вообще в своей жизни, возможно, они будут напрасны. Мы сейчас посмотрим. Женщина – это сама по себе. Она красавица, самодостаточна. И я не думаю, что эта женщина нужна ему. Но здесь вот однозначно мы должны посмотреть дальше карту. О чём болит его душа? Ну, в данный момент у него не всё ладится с работой. Это самое главное его такая загвоздка. И здесь у него такие, как сказать, его опасения. Он оградился, не хочет смотреть правде в глаза. Видит опасность там, где её нет абсолютно. И, в общем-то, та работа, которую он проделывает, она не даёт ей ожидаемых результатов. Сейчас он находится, я так поняла, без работы. И в этом плане либо есть какие-то долги у него, возможно, кредиты. И в данный момент он в состоянии ожидания. Сожалеет ли я разрыве с вами? Ну, опять-таки, здесь такое состояние двойственное. Я могу сказать, что, по всей видимости, когда он был с вами, у него более-менее было всё в стабильном материальном плане. А сейчас он стоит перед выбором. Здесь две двойки мы видим. Перед выбором своего пути. И он не знает, что ему дальше делать. Но то, что он потерял определённую финансовую подушку безопасности, это однозначно. Потому что, видно, у него всё было стабильно. А сейчас не пойми, что и как. Он не знает, что ему дальше делать. Дальше. Он сейчас одинок, посмотрим. Да, он сейчас одинок. И у него, вы знаете, не самое лучшее состояние в его жизни. Он находится в состоянии подавленности и искушения. Как бы он ни запил. Есть такой момент, что он может запить. Либо ещё чего-нибудь. Потому что состояние у него одиночки. Одиночки. И всё его раздражает. Всем он недоволен. Он находится в конфликтной ситуации сам с собой. Он очень о многом сожалеет. И он понимает то, что он сейчас в данный момент получает. Это опять-таки, что посеял, то и пожал. А вот. И он всё равно находится в пылу своей страсти. Потому что мысли-то у него всё равно о женщине. Черти-то его тоже раздирают. Но, по всей видимости, он-то не особо оказался нужным. Не ко двору пришёлся. Что думает, когда вспоминает о вас? Давайте посмотрим. Ну, вот видите, здесь опять такая карта. Я хочу сказать, что человек такой довольно-таки эгоист. Что думает? Он несчастный. Он начинает себя жалеть. Он начинает себя жалеть. Он понимает, что вы та женщина, Которая ему устраивали быт, комфорт, Готовили, обстирывали, обглаживали. И преподносили ему, как говорится, Себя на блюдечке с голубой каймой. А сейчас фортуна от него отвернулась. Но, тем не менее, у него будут ещё перемены. Это не последняя, как говорится, инстанция его положения на данный момент, В которой он находится. И у него ещё дальше будут перемены. И, конечно, он хочет этих перемен. И я не исключаю этот момент, что он к вам ещё постучится. Вот, девочки, кто под вторым вариантом, Я не исключаю такого момента. Что, возможно, он ещё захочет с вами встретиться. Но здесь всё, конечно, связано, опять-таки, с его комфортом. Что получит он в итоге? Ну, я могу однозначно сказать, Что под вторым вариантом навряд ли вы его простите. Хотя для некоторых вы ему всё-таки дадите шанс на новые взаимоотношения. Могу сказать, что он получает, конечно, удар судьбы. Только от собственной, как говорится, безответственности за свои поступки. Но, тем не менее, он обнуляется. Он обнуляется. И здесь королева Пентакли. Ну, королева Пентакли, как мы знаем, это та женщина, это вы. Это та женщина, которая его продолжает любить, жалеть где-то в какой-то степени. И для многих вторым вариантом окажется то, что вы ему дадите второй шанс. А также есть вероятность того, что всё-таки вы его не простите и не дадите ему никакого шанса. То есть вот это и будет его обнуление, что он останется ни с чем. Как бы вот здесь вот всё зависит, как говорится, насколько вы по жизни испытываете к нему любовь и сострадание. Давайте рассмотрим третий вариант, девочки. Третий вариант. Третий, значит, вариант. Мы сейчас посмотрим его состояние на данный момент. Сейчас я перетушую колоду. Его состояние. Ну, я могу сказать, что, знаете, какая карта, такое его состояние. Этот человек, он довольно-таки самолюбив. Он любит красиво одеваться. Он любит комфорт. Он любит, когда на него обращают внимание. Он любит за собой следить. Он такой находится, знаете, как бы в состоянии... Я вот весь такой нарциссу. Он по большому счёту нарцисс. Смотрим. Его мысли. У него вообще иллюзорное представление о мире, о жизни и о самом себе. Но могу сказать, что мысли у него такие бывают, гаденькие. Это человек, который искушаем. Он занимается самолюбованием. Он не видит в себе никаких недостатков. Тем не менее, он никогда никому не доверяет. Он находится сам на своей волне, сам с собой. Такой, знаете, непонятно, чего он вообще от жизни от этой хочет. Приспособленец. Как я вижу, что он по жизни приспособленец. Третий вариант. О чём болит его душа? Душа у него болит, это однозначно. А болит у него душа то, чтобы произошла конфликтная ситуация в вашей семье. И он считает себя незаслуженно обиженным. Всё то, что он имел и хотел, его лишили. И в данный момент произошла такая вот конфликтная ситуация. Вы знаете, здесь мужчина как-то поменялся с женщиной ролями. Здесь больше этот мужчина мне напоминает женщину по своим эмоциям, по своему состоянию. Знаете, такая обиженка. Барышля тургеневская. Сожалеет о разрыве или нет? Да, однозначно могу сказать, что он сожалеет. Всё-таки он надеется на примирение. И, девочки, вы знаете, я так думаю, что здесь, думаю, третий вариант. Произошла измена, по всей видимости, даже, возможно, с вашей стороны. Предательство было. То есть вы вот этого нарцисса, в конце концов, в какой-то момент устали уже терпеть. И, возможно, нашли более достойный вариант, а ему дали пинка. Потому что здесь он такой, знаете, в роли жертва. И он надеется, конечно, на перемены. Но у него разбито сердце, разбиты все его мечты. И это всё связано с мужчиной. И он всё-таки надеется на то, что у него всё будет хорошо. То есть то, что вы, в итоге, возможно, возобновите ваши отношения. Он сейчас одинок или нет? Посмотрим. Да, он сейчас одинок. Он находится. С одной стороны, он какие-то подводит итоги. И у него есть желание отправиться дальше. Сделать какие-то действия. И он всё-таки надеется на перемены. На перемены в лучшую сторону. С одной стороны, он понимает, что весь мир перед ним. А с другой стороны, он всё-таки одинок и обижен. У него очень много эмоций. Здесь однозначно, по третьему варианту, что инициатором разрыва оказалась женщина. Потому что в какой-то момент устала терпеть вот этого вот приживальца. Потому что здесь мужчина приспособленница. Я не вижу никакой работы. Тут только его эмоции, его чувства и всё. Вот, понимаете, тут вот такая вот, какой-то вот, знаете, как сказать, вообще настолько незрелая личность. За счёт чего он, кому он живёт? Возможно, за счёт мамы, за счёт жены, за счёт наследства. Что думает, когда вспоминает о вас? Ну, он понимает, что он потерял достойную женщину. Он прекрасно понимает, что он потерял достойную женщину. И вы для него и умная, и красивая. И вы на самом деле таковой и являетесь. Вы очень сексуальная, мощная. Вы очень мощная женщина. И, конечно, он это всё понимает. И у него опять-таки двойственная. А потому что он ещё всё равно надеется, что он такой привлекательный и красивый, что он обязательно ещё кого-нибудь найдёт. У него двойственная. Он понимает, что вы очень мощная для него по своей энергии. Но он брал вас своей внешностью, своей красотой, своей привлекательностью, своей, может быть, харизмой такой, лёгкостью, своим красивым телом, своими разговорами. Ну всё, он пустой. Вы знаете, как мольный пузырь. Что он получит по итогу? Так. Ну, вы знаете, как ни странно, я сразу вот здесь вот вытянула две карты. Пускай они будут. У нас будет четвёрка Пентаклий, шут, девятка. Он эгоист. Он никогда нигде не пропадёт. Он всё равно себе найдёт выгоду. А он получит по итогу, он найдёт себе другой вариант женщины. Он дойдёт себе женщину постарше и пристроится. Но он одинок не будет. Этот мужчина приспособленец. Ну вот, девочки, такой у нас получился онлайн-расклад. Я желаю вам всего доброго. Любите себя. Цените себя. Желаю всем счастья, мира, здоровья. Всех вам благ. Пишите на Viber, на WhatsApp 8 909 779 14 27. Обращайтесь за консультацией, за раскладами. Всего доброго. Всего доброго.